Друзья, доброе утро! Веспалась! Так здорово! У меня график рабочий начинается с двух часов по местному, поэтому все утро у нас свободное. Сейчас будем кататься, кушать что-нибудь вкусненькое, посмотрим на морька, ну а потом за компьютером. Мне иногда по работе пишут по московскому времени там 9-10 вечера, здесь это уже второй час ночи. Ты просто скажи им, то что, ребята! Ну я не смогу, конечно, я уже спать буду. Ну и давайте я вам еще погодку покажу. Красота! Ну я надеюсь быстро привыкну, потому что мы сегодня рано встали и будем продолжать в том же темпе. Рано, ты 9-10 вечера, я 7 вечера сначала. Не, ну это нормально, учитывая, что мы еще не привыкли. Горяченький? Да, надо что-то в багажничке нашем носить холодненько, не с нас прикладывать. Красота! Тут так живописно, ребят, вообще! Ну и дорога красивая. Тоже видосик снимаешь? Сейчас с тобой поедем туда вниз. Заехали с Катюшей снова в Викафе. Что-то из этого сейчас по выбираю. Так. Блин, ну тут столько вкусного, глаза разбегаются. Как это называется блюдо? По-моему, белые яйца и кенуа. Там байк, как написано, из кенуа? Ну, у меня тут кофеечек и апельсиновый сок. Я все еще в ожидании. Наконец-то им не принесли. Полчаса ждал. Яйца, сосиски, ветчина. Ну, почти. 24 минуты я посмотрел по телефону. Завтрак, кстати, был очень вкусный. Привез Катюшку на еще один viewpoint между Равай и Катюшкой. Мне очень здесь нравится, особенно домик, который вот там наверху. Погода, ну, немножечко, конечно, испортилась. Солнышко убежало. Красиво тебе здесь? Да, от шлема это просто. Голова чешется. Ну, не то что чешется, просто хочется у нас уже поделать. Мы покатаемся до где-то часу и дальше поедем уже домой. Сяду за компой, буду работать. Встрем, мне нравится вот так вот утро проводить. Можно и покупаться, и спортом позаниматься и просто посмотреть некрасиво. Завтра, если погода будет хорошая, съездим на Бигбург. Там тоже клевые виды. У меня травма. Да, немножечко Катя задела, а тут ножку. Слушай, ну, вроде проходит, да? Да. Останавливается. Чуть-чуть кроссовку испачкала. Потом перекись купим и потремся. Отойдет. Вот и вывеска, напротив которой вот этот обалденный вид. Прекрасное утро получилось. Накатались, наелись. Сейчас я оставлю Катю со своим скупи. Волнуешься, нет? Не знаю. Еще Катя смешно придумала, что у нас такие маленькие головы, большие шлемы. Мы со стороны похожи на чупа-чупса. Давай я сейчас это сделаю. Да? Помогу? Что-то ветрено так вообще. Очень. Вместе мы команда. Очень сильный ветер. Блин, шлем упал. Немножко поцарапалось. Вот тут сверху, видишь? Да-да-да, это оно. Ну ладно, ничего страшного. Мне вообще нравится концепция отеля, потому что сейчас придут и берутся, и все подметут, мусор заберут, кроватку застелят. То есть не нужно напрягаться в этом плане. Так, ну что мы делаем? Рубаем конгей, потому что здесь стало достаточно жарко. И все, сажусь за ком. Друзья, ну я отработал первый рабочий день. Сейчас практически 11 часов. Сейчас поеду перекушу куда-нибудь. Сегодня был дикий ветер на улице. Не смог работать на балконе, хотя хотел заснять вам как бы вот эту картину. Как это прикольно. Думал и наверх туда подняться, на шестой этаж. Встретил соседа, он говорит, я ушел оттуда. Потому что тоже там по удаленке с кем-то болтал. Говорит, вообще ничего не слышно, поэтому вернулся в номер. Вот такие дела. Так что в целом мне нравится. Единственное, мне, конечно, завтра созвон. На 8 утра поставили по Москве. Это, конечно, расстраивает, потому что полноценного утра не будет. Мне надо будет вернуться в номер, потом час перерыв, и дальше основная работа начинается. Заказал себе острый томьян, маракуйю, ну и, конечно же, рис. А Катя ест тут салат, который мы брали в первый день, если не ошибаюсь. Он, не знаю, как называется, там семга и куча овощей. Побенга, что-то там. У меня Катя настоящий герой. Доехала до Патонга. Семь потов с нее слезу, да? Расскажи чуть-чуть. Ну, стремно было. Не знаю, что рассказать. Просто здесь-то узкие дорожки такие, ну. Ну, здесь Наравая, ты имеешь в виду? Да, Наравая здесь. Ездить более лайтово. А вот туда, куда я выехала, там уже трасса такая большая. Вот. И там все ехали, блин, не знаю, ну, 60, наверное, кто-то больше. И я тоже 60, я не оставала. Молодец. Да. Это очень круто. Это называется метод пинком из гнезда. Когда просто погружаешь стрессовую ситуацию, и ты либо, ну, как вот знаешь, людей, некоторых учат плавать, сбрасывают с лодки. Именно так меня и учили. Либо поплыешь, либо... Сидела тут, блин, час, крутила эту штуку. Реально? Ну, реально очень тяжело было, да. Смотри. А не видно, ничего за твоей рукой было. Ну, здесь, получается, вот. Вот так вот вставите. Это просто нажат. Там еще есть вот эта штучка. Если что, дополнительно можно ее. Да, да, не нужно. Ну, а крепко, да, здесь держится? Очень не хватает здесь USB-зарядки. Я, кстати, когда вешала вот эту штуку, тут такой ветер разыгрался. Я думала, ну, сейчас кокос упадет. Ну, тут их нету. Нет, там есть какие-то плоды. Я посмотрела. А тут реально, без шуток, в Таиланде умирают люди от того, что им падают кокосы. Местные проблемы. Так вот, я про байк-то что говорю. Здесь уже диодная оптика. То есть я когда выезжал, таких не было. Очень яркая фара. Но, блин, зарядки нет. Ну, ладно, у меня пауэрбанк. Я сколько ездила? Ездила. Ну, с 5% до сотки зарядила. У меня 25% пауэрбанка уже. Ну, сюда я могу положить пауэрбанк. Камеру глубокого достаточно отделения. Потом у меня слева вот здесь есть такая вот футбюшка. Тоже туда можно что-то запутать. И еще крючок. Причем здесь крючок встроенный. По умолчанию идет. А у Андрея покупали. Ну, не мы покупали, а владелец байка повесил. А Андрей говорит, что он дорогой. 3 тысячи, по-моему, я заплатил. 3 тысячи ватт? Да, да. Такие как дорого. Единственное, тут очень плохие зеркала. Они прям малюсенькие. Да, тоже мне это уважает. Я видел тайцы, их меняют. Но так как это арендованный байк, нет смысла. Здесь-то они такие, широкие. А тут тяжело, конечно, приноровиться. Я когда на него первый раз сел, вообще думаю, ни хрена не видно. Ну, очень мало влезает. Да, да. Поэтому. Я тоже прям до миллиметра выверяла так, чтобы я видела, кто со мной едет. Поехали кататься. Ага. Ты можешь напиток у себя на байке повешать и все. Я все, его не требую. Забежали с Катюшкой в Теска Лотос. Она все переживает. Говорит, а нормальное ли здесь молоко? Мы говорим, нормальное. Сто процентов. Боюсь. Боюсь отравиться. Да ничего ты не отравишься. Смотрите, тут какую интересную водичку нашел. Все, что я здесь пробовала, любые чипсы, вот эти снеки, всякие печенюшки, мне все не понравилось. Ну, на вкус и цвет. Видала, что тут есть? Ага, прикольно. Ага. Что, реально? С этим? Ну, наверное. Сомневаюсь. Может, листачок взять? Для витамин В3В6В12 это полезно. Да, очень. И вот еще, кстати. Хватит, я альпач. Ну как? Честно. Я не люблю шоколад, но это вкусно. Покажи хоть упаковку. А я себе взял сок вот такой, типко. На, попробуй. Да, сейчас. И шоколадку вот такой. Переборачивай. А что, прикольный. Да, еще? Еще будет. Прикольный, прикольный. Похоже, знаешь, все. Похоже, завтраки такие были, подушечки со вкусом шоколада. Ну да. Вот что-то типа того. Так, теперь я пробую вот это. Точно нормально. Блин, Катюш. Что, ты думаешь, во вред бы стал советовать? Видишь, тут все запаковано. Все хорошо. Вкусно пахнет? Вкусно. Нет? Ну? Ты мне нравится? Ну вот это не очень. Покажи упаковку. Ну это какое-то просто молоко сладкое. Не слышно, сейчас проедет. Ага. Это не йогурт, это просто сладкое молоко. Не, а это и не йогурт. Я тебе не говорил. Ты хотел типа питьевого йогурта? Не, не, не. Я просто к тому, что это молоко. Вот я, допустим, в России люблю чудо называется. С кубикой молоко. Там вот прям чувствуется, что это молоко со вкусом. А здесь кажется как будто-таки порошок с добавлением сирока. Ну то есть как будто-таки не настоящее молоко. Понятно. Ну не знаю. Но печеньки крутые. Так, теперь. Теперь я хочу попробовать мармеладку вот эти, которые с витаминками. За 29 бат. Почему-то они очень дорогие. Да. Обычные харибы вот у меня в руке. Которые в России есть. С холода, да, 10. Это мое, да. Кидай сюда. Ну как? Нет, Джелли Билли, которые покупала ты со вкусом винограды, были обалденные. А что, вкусные? У них еще есть такое послевкусие. Прикольные. Написано, что витамин B12 есть. Поэтому, наверное, они такие дорогие. А еще где? Вот она. Я когда была мелкая, ну, в России, постоянно покупала вот этот чупа-чупс. Это вата. Кладете в рот эту вату, я думаю, многие знают, но Андрей не знает. Кладете в рот эту вату, она прям исчезает во рту и появляется жвачка. Очень крутой эффект. Я видел, я никогда не покупал просто. Попробую. А ты знаешь, да, то, что мы забежали за водой обычной, потому что у нас дома водили? И вот огни купили, самое главное. Причем я несказал сходила, говорю, Андрей, где здесь вода? Я ее не нашла, кстати. Там были полторашки. Ну, ничего страшного. Возле дома, да, у нас суперчупис, конечно. Проблема с мерцающим светом я решу в следующем влоге выставлю 50 Гц в GoPro. Вот Sony X3000 в этом плане менее капризная. А ей пофигу, включаешь 30 кадров, неважно, в какой-то стране все отлично. Сейчас еще немножко заправимся. 35 бат, 24. Ну, короче, 35 бат, клик. 130 бат получилось. Женщина за меня платит. Спасибо тебе. Крункап! Я как местная, ем сэндвич из пакетина с FNM на байке. Ну, все так делают. Теперь я так делаю. Вкусно? Так же, да. Я просто голодная. Что ты взяла какой-то, расскажи ребятчикам, а то они не в курсе. Это сэндвич с каким-то дурацким сыром, невкусным. И с нормальными сосисками. Все, заканчиваем влог? Да. Можешь об шлем ударить. Спасибо. Спасибо.